Легкая атлетика в Приморском крае Начиналась, ну, если в мою бытность, что я знаю Это был Анатолий Иванович Грудинин Он бегал 10-3 Он был неоднократным призером Советского Союза, чемпионом России В то время Россия была республика Даже наш стадион вмещал 25 тысяч зрителей Круг по кругу были, вот здесь вот везде Где табло, трибуны были Приходило, полные трибуны были Где же раньше рынок был Все в городе его знали То есть ходили, говорили, пойдем на Грудинина Сегодня Грудинин выступает И полный, раньше зрелищ-то не было, таких, как сейчас Соблазнов И приходили на Грудинина смотреть Потом у Грудинина появились сильные ученики Самый сильный у него был Александр Шумилов Он бежал 6,56 по электронике 60 метров Он был чемпионом России Значит, 6,56, что это такое? В то время рекорд Европы был 6,55 Рекорд мира был 6,54 Он говорит, да я себя знал Я бы нос просунул чуть вперед И был бы рекордсменом мира У нас раньше тренировки были Под площадью борцов революции Там было всего 4 дорожки Так вот был финал А и финал Б Так вот, в финал А попадали 6,5 Это очень высокий результат Сейчас 6,6 это мастер спорта, если так перевести То есть только в финал попасть А в финал Б уже там попадали всякие 6,6, 6,7 В 80-х годах мы шикарно жили У нас вообще была куча соревнований Была куча обществ Труд, трудовые резервы, Зенит, Буревестник, Динамо, СКА В общем, очень много И соревнований было много Если вызов пришел, умри, ну тебя отошлют на соревнования А сейчас этот вызов ничего не значит Раньше вот были забеги между футболом Проходили эстафеты различные Там 4 по 100 Приходили, орали, народ с удовольствием смотрел Чтобы они не просто сидели в это время Там курили, пиво пили Они бежали Дети смотрели И приятно Награды давали Призы давали денежные Проводили, значит, чтобы народ пригнать Лотереи продавали Я помню на футболе даже Еще даже помню фамилию первого победителя Выиграл Жигули Лисица фамилия его была И он прям сел И круг почета на стадионе сделал Но он рядом на пассажирском сидел Водители его отвез Все ему отдали прям машину Я сам тут один раз брал билетик И выиграл кроссовки Адидас Такой довольный был Зрители не ходят Ну, я был в Чебоксарах Чемпионат России проводился Ну, приехал президент Чуваший Ну, тогда нагнали там детей Солдатиков там Трибуны полные были Ну, в Татарстане, в Казани Тоже бывает народ так приходит Более-менее А Москва избалована Зрителями там Нигде никого не увидишь Ну, в Москве почти ничего не проводится Во-первых, дорого За аренду просят дорого Расселение дорого Гостиницы сумасшедшие цены Хотя вот за рубежом Вот вы знаете Я вот ездил На Европу, например Будапешт я ездил Там народу было Просто простые люди приходили смотреть А сейчас у нас есть Бриллиантовая лига Там коммерческие старты Там платят деньги за это И там где-то Около 12-15 стартов в году В разных странах Они традиционно проводятся И уже из года в год Вот там народу полно Вот у меня Мусихин прыгал в длину Он говорит Выйдешь Туда на разбег становишься Ну, попросишь хлопки Чтобы вся трибуна В городе 30 тысяч населения 10 тысяч сидит трибуна А как А дети, старики там Это полный стадион Отзывчивый народ Они любят легкую атлетику Но у нас как-то вот В России не очень Владивосток Самый центр Ну, где еще теплится жизнь? Уссуриск Они вот постоянно В детской спортивной школе Там всего два тренера работают Федорова и Воронина Поэтому тяжеловато В находке есть Всегда были бегуны В Кавалерово есть Ну, в деревне там сложновато готовить Даже денег-то никто не дает А попробуйте По финансам доберитесь С Кавалерово Сюда Только на автобус 1800 билет стоит В одну сторону До Хабаровска У нас 1300 стоит Билет туда и обратно На ЖД Нам даже в команду По деньгам невыгодно брать Недофинансирование всего Нам тот же департамент Не может полностью выделить деньги Даже для проведения соревнований Я понимаю, что просто Их недофинансируют Уже в Хабаровск Вошло в хорошую привычку Ездить за свой счет И департамент Если оплачивает В последнее время То только дорогу Проживание, питание Дети, родители Платят за свой счет Система финансирования В такие рамки закольцована Что деньги получить нереально Просто нереально Чтобы перевести человека Из, скажем Аэропорта Шереметьево До Москвы Нужно заключать С Аэроэкспрессом договор Это вообще возможно Пять человек перевести Там, например, туда и обратно Разве они будут этим заниматься Ну это же естественно В гостинице живем В гостинице договор Со всеми договор А так денег не получаем Но мы их и не получаем Детская В принципе неплохо Вы видите И приехало много Из других регионов А выросло мало людей Очень Ну это сейчас везде У нас в России В связи Вот с этой Знаете ситуацию С этой допинговой Тяжело Легкой атлетики вызывать И сооружений В принципе таких хороших У нас нет Уже стадион Вы видите уже В каком застоянии Манеж такой же Нестандартный Вот как в Хабаровске Там настоящий манеж А здесь вот Помещение такое Подтрибунное Уссурийский Есть и здесь Ну вот сейчас вроде Должны строить Говорят на русском острове Если построить Здорово было бы Вообще Официальная статистика У нас Дает Департамент По физической культуре И спорту Около 11 тысяч Всего занимается Легкой атлетикой Это самый массовый Вид спорта Успехи есть у нас Например Вот есть Федор Кисельков Он был вторым На чемпионате России Среди взрослых Командой юношей Мы выступили Прекрасно В высшей лиге Можем попасть В суперлигу А там только Москва и Ленинград Мы заняли Второе место Привезли Шесть Призовых Медалей Девочка Кадашева Сабрина И Василенко Вадим Выиграли 2000 метров С препятствиями Россию У нас Вообще-то Если так разобраться Порядка Восьми человек Входит в сборную Команду Россия Это начинается И юноши И юниоры И взрослые Для нашего Далекого края Я бы сказал Это нормально Тем более У нас Сегодня В Жуковском Прошли Соревнования По кроссу Чемпионат России Власова Наташа Была Второй У нас Хорошие прыжки В длину Очень хорошие Потому что У нас Допустим Кисельков Сейчас Был вторым На чемпионате Россия И плюс Бегуны У нас Всегда Сейчас Софи Улин Блистает Власова Блистает До этого У нас Были Мастера Спорта Международного Класса Климина Вика Которая Была Бронзовым Призером Чемпионата Мира А если Вспомнить Косово Который Рекордсмен Советского Союза Был Три раза На Олимпиаде Участвовал То есть У нас Есть Не так Много Но Есть Выдающиеся Ребята У нас Есть Хорошие Яркие Дети Есть Люди Которые Могут Попасть На Чемпионат Мира В Найуробе Кения Допустили ИАФ Международная Организация Допустила Значит Юноши Юниоров Надеемся Что После 17 Ноября Будет Заседание ВАДА И тогда Нам дадут Зеленый Свет И когда Допустят И молодежь И взрослые Тоже На Международную Арену Тогда Будет Может быть Допустят 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 Допустят